Дорогие друзья, здравствуйте! Снова с вами тетя Надя. Сегодня я вам показываю результат укоренения корня собственных роз. Посмотрите, как они у меня отлично цветут. И сейчас я вам расскажу, как происходил процесс. Это черенки, которые я срезала осенью. Они были срезаны и хранились у меня в поликарбонатной теплице. А весной я их почеренковала. И вот сейчас у нас 29 июля 2021 год. И вот такой вот вид моих череночков. Вы видите, что здесь розочки разные. Вот посмотрите, прекрасная чайно-гибридная розочка. Вот они, парковые розы. Это вообще что-то такое интересное. Хочу вам сразу сказать, что, друзья мои, конечно же, вот эти розочки, которые сейчас цветут, это первые розочки. И они, конечно, немножечко помельче по сравнению с тем сортом, который я черенковала. В основном здесь у меня распустились пока только белые. Но вы видите, вот там подальше есть и другого сорта. Значит, сейчас кратенько вам расскажу о том, что нужно сделать, чтобы не погубить розы во время черенкования. Итак, значит, когда вы их черенкуете, вот эти череночки вот опускаете в грунт, то имейте в виду, что каждую неделю нужно обходить и первое, вот так вот кругом грунт этот утаптывать. Ну, почему? Потому что у меня, например, грунт от растительных остатков, и он вот такой вот, посмотрите, влажный, хороший, хорошо иринируется, да, рации отличнейшие. Поэтому он немножечко так приподнимается. И чтобы воздух не попадал к ришкам, вот я их вот так кругом, конечно же, уплотняю. Дальше полив. Поливаю по мере просыхания грунта. Но самое главное, посмотрите, грунт вот все время у меня вот такой вот. Вот он не сухой, а именно такой вот, влажный. Ну, конечно, отсюда вода не течет, но он просто-напросто, вот видите, видно, что он сырой. Дальше, друзья, рехление постоянно провожу, чтобы был, как говорится, еще и сухой полив, да. Подкормка. Весной, когда я уже обратила внимание, что из пазух пошли побеги, я стала подкармливать кальциевые селитры. Из расчета столовая ложка на 10 литров. Вот на эту небольшую грядочку у меня и выходило 10 литров. Ну, дальше уже следующие пошли подкормки сугубо для роз. Вот. Фертика кристаллон для роз. Это жидкое, комплексное, специально я брала удобрение. Так, если у вас нет такого, то просто обыкновенное комплексное удобрение. Я, кстати, еще использовала и удобрение 16-16-16. Универсальное, да. Ну, прекрасный результат. Так, значит, каким образом я использовала именно вот этот? Поливаю раз в 10 дней. Из расчета вот этот зеленый колпачок, да, на 4 части делю, то есть 1 четвертая на литр. И под каждое растение уже полившее я поливаю свои вот эти растишки. Дальше, друзья, помним о том, что мои растения были все время в парничке. Вот он парничок, вот такой вот каркас я сделала себе специальный и укрывала вот этим спадбондом. Он такой легенький, видите, вот он совсем-совсем легенький, но он укрытый, особенно вот сейчас вот такая жара, все время был укрытый. До этого он у меня был укрыт, каждая розочка была укрыта бутылками, 5-литровыми. Ну, сейчас, видишь, у меня вот такие вот бутылочки, да, в данной ситуации, видите, пробочка открытая, потому что жарко и чтобы не подопрели ваши розы, так вот открываем, но тепличные условия там состоятся. Здесь я, друзья мои, постоянно пополняю свою тепличку. Вот посмотрите, видите, вот здесь уже две недельки розочки и листья не желтеют, они зелененькие. А вот сейчас покажу розочку, которая вот в этом году уже была срезана, видите, вот она уже какая, все, она дала боковые побеги, так, и прекрасно развивается. Бутылку я уже отсюда посняла, немножечко хлорозить, но ничего страшного, сейчас начну добавлять удобрения и хлороз этот уйдет. Вот. Ну, полив, полив, друзья мои, да, обязательно поливайте, потому что если не будете поливать, то растения ваши погибнут. Не заливайте, но чтобы влажный грунт был обязательно. Вот таким образом, друзья, я развожу корни собственной розы, результат вы будете, видите, отличнейший, ну, прекрасный, видите, розочки. Видно сразу, что это разные сорта, потому что форма цветочков, вы видите, вот уж отличается, да. Первые, конечно, они будут вот такие немножечко помягчить цветы, ну, а затем со временем они, конечно же, будут все больше и больше укрупняться. Вот. Так что, друзья, разводите корни собственной розы, все получается, и вы пополните коллекцию свою. Пока-пока.